Ниссан провёл второе по счёту обновление шестого поколения внедорожника Патрол. Из России модель ушла два года назад, но на Ближнем Востоке продаётся неплохо, поэтому рестайлинговую машину и презентовали в Абу-Даби. Итак, Патрол сменил переднюю часть, включая фары, капот, решётку радиатора и даже крылья. Сзади появились другая крышка багажника, фонари и бампер. Салон преобразился даже сильнее. В переделанную центральную консоль встроен большой сенсорный экран, который дополняет верхний дисплей медиасистемы. Закрывает список интересных обновлений новая обивка сидений с ромбовидной прострочкой. Технически рамный внедорожник не изменился совсем, однако владельцам обещаны более эффективные системы вентиляции салона плюс пониженный уровень шумов и вибраций. В список электронных помощников включена система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов. Обновлённый Nissan Titan дебютировал на техасской ярмарке. Изменились бамперы и три варианта радиаторной решётки. Конкретное оформление передка зависит от комплектации. Главное интерьерное достижение – сидения. Это Zero Gravity, которые призваны оптимально распределять массу тела. В комбинации приборов появился цветной 7-дюймовый дисплей. Кроме того, ниссановцы поработали над безопасностью. В базовую комплектацию отныне входят системы автоторможения, слежения за разметкой и слепыми зонами, а также функции автоматического переключения дальнего света. Бензиновый двигатель форсирован лишь на 11 лошадиных сил, что позволило Ниссану заявить права на титул мощнейшего восьмицилиндрового пикапа среди одноклассников. На смену семиступенчатому автомату пришла девятиступенчатая коробка передач. Субтитры создавал DimaTorzok